Никита Евгеньевич Покровский, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии, социологического факультета высшей школы экономики. Лекция на тему глобализация. Глобализация – это одно из самых известных, популярных, широко обсуждаемых понятий в нашем мире. О нем знает каждый человек, практически любой школьник, человек с улицы. Оно часто звучит по радио, по телевидению, печатается в газетах и вызывает самые различные эмоции. Одни связывают с ним «светлое будущее человечества», другие, наоборот, видят в нем самые различные пороки наших дней, черное – будущее. Как разобраться в этом? В чем смысл этого понятия? Этому будет посвящен сегодня наш разговор. Глобализация сродни таким понятиям, как история, цивилизация, эпоха, прогресс, современность, постсовременность – это одно из самых универсальных, крупных, больших, многогранных понятий. Подобная универсальность, между тем, может таить в себе известную проблематичность. А существует ли глобализация вообще? А быть может это какой-то фантом, выдумка социологов, желание придумать теорию при отсутствии реальных фактов? Вот и поговорим сегодня об этом. Для каждого человека совершенно очевидно, что наш мир, неважно в какой части земного шара мы живем, бурно меняется. Раздвигаются границы государств, информационные потоки пронизывают сейчас всю нашу жизнь. Мы живем в состоянии онлайн, то есть в открытом, прямом информационном контакте с теми событиями, которые происходят в самых отдаленных частях земного шара. Мировая политика, изменение финансовых рынков касается сейчас практически каждого человека, вне зависимости от того, где он живет. И это лишний раз подтверждает истину, которая выражается в известной английской фразе. The world is so small. Наш мир такой маленький. Он совсем не маленький, по сути, но становится все меньше и меньше. Все уголки его становятся доступными, известными. В этом смысле он как бы сокращает свои измерения, свои размеры. И вот мы должны обсудить сегодня, как идет этот процесс, каковы скрытые механизмы его развития, в какой степени он помогает нам жить, а в какой степени он делает нашу жизнь все более и более сложной. Итак, первая тема, первый вопрос, группа вопросов связана с понятием линейных концепций глобализации. Для тех, кто изучал математику, знакомился с ней в школе, затем в вузе, понятие линейность – знакомое понятие. Это понятие, которое определяет параметры каких-то изменений, изменяющихся количественно, нарастающие параметры их варьируются, но в качественном отношении они остаются неизменными. Глобализация действительно приносит линейные, то есть количественные изменения по основным параметрам. Прежде всего, это экономические параметры того мира, в котором мы живем. Современная глобальная экономика связана с таким явлением, как возникновение, расширение и укрепление транснациональных корпораций, так называемых ТНК. Что это такое? Это старые большие производства, серьезные отрасли промышленности, хозяйства, которые сейчас сконцентрируются, укрупняются, захватывают все новые и новые пространства в экономике государств. И, что особенно важно, выходят за границы этих государств. Мы сталкиваемся с удивительным явлением, когда так называемые транснациональные корпорации ТНК начинают вытеснять те государства, которым они формально приписаны. Среди крупнейших транснациональных корпораций, чтобы дать просто какие-то примеры, ну, скажем, корпорации в области нефтяного бизнеса Royal Dutch Shell, Texaco, другие корпорации, в автомобильной промышленности Daimler Benz, Toyota, в электронной промышленности Microsoft, Dell, Hewlett Packard, другие корпорации. В области производства медикаментов Johnson & Johnson, производства одежды, продуктов питания, все фактически сейчас в мире вращается вокруг транснациональных корпораций. Так вот, скажем, упомянутая Royal Dutch Shell, в какой стране она приписана? Ну, здесь нам приходится подумать и вспомнить, что это известнейшая корпорация, продающая нефтепродукты по всему миру с известным логотипом морской раковины желтой. У нее бензоколонки, заводы и другие производства. Она приписана к очень небольшой стране, Голландии, поэтому она называется Dutch, то есть голландская Royal Dutch Shell, королевская голландская компания. Так вот, годичный оборот средств Royal Dutch Shell в четыре раза превышает годичный бюджет Голландии. В каком смысле? Кто кого содержит? Royal Dutch Shell своими налогами содержит Голландию, либо Голландия управляет Royal Dutch Shell? Нет, конечно. Транснациональная корпорация мощно выходит за рамки государства и фактически становится транснациональной. Речь идет не только об экономике в чистом виде, речь идет и о человеческих ресурсах, менеджерах, которые управляют этими компаниями. Офисы Royal Dutch Shell, Microsoft, Hewlett Packard особенно, других компьютерных фирм рассеяны по всему миру. В них работают представители всех стран на самых различных уровнях иерархии этих корпораций. Производство кочует по всему миру, потому что изобретать компьютеры и программы, быть может, выгодно в одном месте, либо собирать их по электронным сетям из разных частей, из разных регионов мира. А производить конкретно программы, быть может, выгодно в самых отдаленных странах, где труд дешевле, чем в странах Европы и Северной Америки. Так вот, эта система рождает и новую систему менеджеров компаний. Это люди в значительной степени уже глобализированные. Их семьи, сами эти люди кочуют по всему миру. Передвижение по миру для них представляет такую же сложность, как для нас, жителей, скажем, большого города, использование метро, трамвая. То есть, конечно, надо приложить какие-то усилия, но, с другой стороны, все так автоматизировано, что скольжение по глобальному миру с гостиницами, конференц-залами, посещениями производств фактически происходит еженедельно. Эти люди, которые везде и нигде конкретно. Вот эта черта также связана с деятельностью транснациональных корпораций. Я не хотел бы сейчас создавать впечатление у вас о том, что это процесс такой красивый, яркий, лишенный внутренних конфликтов. Разумеется, конфликты есть во всем. Скажем, естественно, эти крупнейшие транснациональные корпорации, будь то автомобильные, компьютерные, работающие в области легкой промышленности, заинтересованы в снижении издержек производства. Поэтому они в значительной степени, будем откровенны, эксплуатируют трудовые ресурсы тех или иных стран, где уровень жизни невысок. Но зато, и будем объективно с другой стороны, они приносят в эти страны определенную производственную экономическую менеджериальную культуру. И это тоже факт, поскольку на этих фабриках, предприятиях в этих странах действует законодательство, действуют определенные регулирующие правила, которые не свойственны, быть может, другим местным предприятиям. Итак, транснациональные корпорации, с этим мы, конечно, связываем процесс глобализации. Их не остановить, они идут дальше. Это мощнейшие силы локомотива современной мировой экономики, мировых рынков. Наряду с этим экономическая глобализация, линейная глобализация, связанная с таким явлением, как финансовые рынки. Мировая финансовая система в современной цивилизации целиком зависит от котировки акций, от котировки валют различных. Поэтому даже по радио, скажем, в Москве, в других российских городах утром передают котировки акций, валют. Зачем же нам это знать? Мы же не экономисты. Тем не менее, это влияет и, скажем, на наши вклады, на перенос валюты из доллара в евро или наоборот. Все это касается практически, если не всех, то достаточно больших слоев населения. Финансовые рынки испытывают кризис или, наоборот, подъемы. Это сказывается на таком явлении, как инвестиции в экономику различных стран. Короче, мы сейчас закольцованы, имея в виду, прежде всего, Россию. Закольцованы в эти связи. Мы не можем себя отгородить от финансовых рынков. И это тоже символ глобализации. И, наконец, третий важнейший параметр экономической и линейной глобализации связан с миграцией рабочей силы. Из сообщений прессы, телевидения и просто из соответствующих исследований мы знаем, что потоки иммиграционные все время кочуют по нашему миру. Потоки турецкой иммиграции наполняют Германию. Иммигранты из стран Северной Африки пытаются проникнуть и проникают очень успешно во Францию. Соединенные Штаты испытывают огромный прилив иммигрантской рабочей силы. Уже в 2005 году население Соединенных Штатов Америки в демографическом плане будет уже не белым англосаксонским. Оно будет латиноамериканским, китайским. Россия стала большим полигоном современной глобализированной иммиграции. Мы прекрасно знаем, что в крупных российских городах стройки ведутся в основном рабочими, которые эмигрировали из стран ближнего зарубежья и стран СНГ. Это молдавские, украинские рабочие, таджикские рабочие. Если в силу каких-то причин они покинут Москву, то я полагаю, что все стройки Москвы замрут мгновенно, а также замрут московские рынки, система торговли, которая насыщена иммигрантами из Кавказа и из других стран. В свою очередь Россия дает иммигрантские потоки, прежде всего специалистов в области высоких технологий, программирования, молекулярной биологии, которые присутствуют эти потоки в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Есть существует мнение, что в Силиконовой долине, в Соединенных Штатах, в известном центре электронной индустрии, программирования, более 100 тысяч представителей России сегодня работают. Вообще российская иммиграция в Америке превышает уже несколько миллионов. И так, как социолог, я отмечаю наличие этих процессов. Иммиграцию в современном глобальном мире не остановить. Какими бы способами не регулировали страны въезд и выезд людей, иммигрантские потоки пронизывают эти регулирующие принципы и добиваются своего. В одних случаях это транспортировка людей в трюмах океанских пароходов, как это случается с китайскими иммиграциями. В других случаях нелегальные способы иммиграции. В-третьих, совершенно легальные способы приглашения на работу. Таким образом, мы можем сказать, что этот поток развивается по своим глобальным схемам, по своей глобальной логике, и он также характеризует наш мир. Итак, перед нами только что прошли транснациональные корпорации, финансовые рынки и иммиграционные потоки. И эти факты совершенно очевидны. Они обсуждаются, исследуются. Но вот здесь мы сталкиваемся с любопытным и, можно сказать, первым парадоксом в нашей теме. А состоит он в следующем. Что специалисты, которые исследуют эти явления, отмечают их, очень редко ставят чисто социологический вопрос. А что происходит с миром, с обществом, с людьми, которые оказываются в сетке новых координат? Транснациональные корпорации, финансовые рынки, иммигрантские потоки. Оказывается, что люди начинают регулировать свою жизнь совершенно по-новому. Перед ними возникает новая система ценностей. Но мы продолжим наш прежний разговор. Разговор о том, как меняется мир по своим линейным характеристикам. И здесь мы отмечаем политическую глобализацию, связанную с явлениями интеграции, прежде всего объединенной Европы, европейское сообщество. Это новое явление, полностью раскрывшее себя в конце 90-х годов, уже в 2001 столетии. Поначалу казалось, что это чисто внешне, такой политический, не касающийся общества явление. Ишенгенское соглашение, потом единая валюта. Что это не будет касаться отдельных людей. Но мы видим, что первоначальные ожидания не оправдали себя. Европейское гражданство, европейское сознание, умение сохранить свою культуру, язык, и вместе с тем почувствовать себя гражданином Европы. Вот то новое, с чем мы сегодня сталкиваемся. Это символ новой глобализации. Сегодня человек Европы, гражданин Европы, это человек, который свободно скользит по европейскому пространству, меняя страны и города, и находит применение своим силам, талантам, своим интересам или отдыху в этих странах. И вся Европа раскрывается, расширяющаяся, между прочим, Европа постоянно, открывается вот как новый регион для него. К числу явлений политической глобализации относятся и неправительственные организации, так называемые NGOs, Non-Governmental Organizations. Это организации, которые решают важнейшие политические, социальные, культурные проблемы, используя силу обществ, гражданских обществ, и выступая естественными конкурентами или партнерами национальных правительств. Среди наиболее известных неправительственных организаций, ну, например, Greenpeace, организация, занимающаяся охраной природы, мониторингом сохранности окружающей среды, или организация «Врачи без границ», которая проходит в лице своих ведущих экспертов, участников во все горячие точки планеты и смотрит за соблюдением прав людей, их здоровья там, где возникают вооруженные конфликты. И многие другие организации. Сегодня при Организации Объединенных Наций, ООН, зарегистрировано официально, зарегистрировано более 5000 неправительственных организаций во всех сферах жизнедеятельности общества. Это огромная сила. И не надо думать, что неправительственные организации – это организации, которые состоят из нескольких членов, ютятся в подвалах. Многие неправительственные организации могут конкурировать с транснациональными корпорациями по мощи, наличию большого аппарата и бюджетам своих организаций. И тем не менее, они неправительственные. Они не подчиняются ни одному из существующих правительств на Земле. Это новая реалия. Итак, мы обратили внимание и на изменения в политической сфере. И, наконец, еще одна очень важная сфера – информация и культуры. Глобальные средства массовой информации, СМИ. Прежде всего, электронные. CNN, ведущая американская компания телевизионная, вещает на 80% населения земного шара. Глобальные телевизионные каналы, радиоканалы сейчас охватывают все регионы мира. На повестке дня встает глобальное вещание спутникового телевидения, когда уже не надо будет создавать огромные и очень в значительной степени поворотливые телевизионные каналы, а когда вещание будет вестись спутников по весьма доступным ценам для тех, кто готов подготовить программы и поднять, как это говорится, на спутник. Средства будут вполне доступны для небольших фирм, организаций и так далее. То есть телевизионные вещания в очень близком будущем будут охватывать уже сотни и сотни каналов, подобно тому, как в интернете существуют тысячи и миллионы серверов. И каждый из них независим и управляется только теми, кто открывает, скажем, хостинг этому серверу. Глобальные СМИ связаны с журналами. Если мы подойдем сегодня в Москве к журнальному киоску, то легко можем обнаружить, что три четверти журналов присутствующих и газет, в том числе, присутствующих на нашем рынке, в значительной степени выпускается в той или иной комбинации с зарубежным СМИ. Это журнал Forbes, это журнал Marie Claire, это журнал Newsweek на русском языке, это модные журналы Vanity Fair на русском языке и так далее. Упомянут будет и журнал Playboy. Их десятки-десятки таких журналов. Структура журнала формируется в другой стране. Национальное издание насыщается местным контентом, то есть содержанием на национальном языке. Статьи как глобального содержания, интернациональной, так и местного содержания. И тот или иной журнал издается не только на русском языке, скажем, или там английском, русском, но и арабском, немецком, итальянском, французском и многих-многих языках. То есть эти журналы, иллюстрированные журналы, а также газеты Financial Times, International Gerard Tribune, New York Times и многие другие, они фактически становятся глобальными средствами массовой информации. В этом ряду, отнюдь не последним по счету, должен быть упомян интернет. Вот прообраз действительно информационной глобализации. Это интернет. В чем его особенность? Особенность его состоит в том, что каждый сервер, как я уже говорил, выше интернета, фактически независим. Наложить цензуру, ограничить информационные потоки в интернете крайне трудно, практически невозможно. Как только закрывается один сервер, он совершенно магическим образом возникает с другого хостинга, с другого сервера и продолжает его участие в информационных потоках. Конечно, интернет – это образ всей современной глобализации. К этому мы, конечно, можем добавить в качестве иллюстрации, например, спорт. Разве можем мы сейчас представить спорт исключительно в национальных границах? Ну, нам, русским особенно, это хорошо известно. Что такое российский хоккей сегодня? Что такое российский футбол? Что такое российский олимпийский резерв, который тренируется в других странах, выступая вместе с тем на Олимпийских играх за Россию? Российские команды, в том числе футбольные, хоккейные, баскетбольные команды, приглашают ведущих игроков из-за границы. То есть команды современные, игровые виды спорта, фактически в такие глобальные сообщества соревнующихся спортсменов. А если мы будем еще к этому причислять шоу-бизнес, музыкальный бизнес, записи, видео, то мы, даже посетив такое популярное место в Москве, как видеорынок «Горбушка», фактически погружаемся в мировые СМИ. Ибо последние релизы фильмов, которые, скажем, номинировались на «Оскар», уже присутствуют, не обязательно в пиратских копиях, иногда в совершенно законных копиях, присутствуют на нашем видеорынке в Москве. И не только в Москве, скажем, крупные российские города, и даже провинциальные российские города, и даже районные центры, сейчас уже охвачены вот этим видеозаписями и продажами этих совершенно новейших копий. Говоря о глобализации отдаленных регионов, так скажем, глубинки, здесь, мне кажется, уместно привести пример того исследования, которое мы на протяжении длительного времени ведем в отдаленных районах российского севера, прежде всего Костромской области. Здесь мы сталкиваемся с очень интересными явлениями глобализации, там, где, казалось бы, менее всего ее можно было ожидать. Российская глубинка, российские регионы, это уже не забытые богом медвежьи уголки. Это такие сообщества, которые, может быть, не всем, может быть, не целиком, может быть, только отдельными своими сегментами, но уже подключаются к этой мировой системе глобализации. В Костромской области, в районном центре, уже нередко можно встретить спутниковые антенны. В деревнях, наряду с тем, что мы видим там совершенно ужасные процессы депопуляции, уничтожения деревень, их вымирания, мы одновременно видим и то, что многие молодые люди уже в избах, рубленных домах, покупают себе компьютеры, пытаются через телефонные сети подключиться к интернету, и это мы там видим. То есть процессы идут вне зависимости от того, нравятся они нам или не нравятся. Это большой, всеобъемлющий, очень серьезный процесс глобализации. Но, опять же, я не хотел бы того, чтобы у вас создавалось впечатление, что это какой-то такой очень розовый, благостный, бесконфликтный процесс. Глобализация приносит с собой и такие глобальные явления, как трафики наркотиков, которые по своим путям идут из Афганистана, из стран Латинской Америки, из стран Юго-Восточной Азии. Часто трафики идут через Россию, идут в Западную Европу, в Северную Америку. И эта карта глобального распространения наркотиков хорошо известна. Отдельные государства не могут закрыть границу, ибо вы не можете проверить все грузы, которые пересекают границы, все океанские пароходы, которые швартуются в национальных портах. Совладать с наркотиками в глобальном масштабе могут только объединенные силы всего человечества. Это касается и экологических проблем. Любое экологическое изменение в том или ином регионе земного шара тут же сказывается на других регионах. Это прежде всего глобальное потепление. И вы знаете, что киотский протокол как раз и кватирует, то есть ограничивает выбросы тех или иных государств, промышленностей, их воздух, теплого воздуха, отходов производства. Поскольку неограниченные выбросы могут привести к необратимым изменениям климата на Земле. Это касается Мирового океана. Отравление его в одном регионе неизбежно скажется на благополучие экологического баланса в другом регионе. К числу глобальных проблем относятся и распространение болезней. Скажем, болезнь СПИДа, туберкулеза. Казалось бы, подавленный туберкулез в одном регионе мира, он сквозь невидимые поры проникает во все другие страны. Это касается, конечно, чумы XX-XXI века иммунодефицита. То есть СПИДа. А преступность, организованная прежде всего преступность, она также носит сейчас глобальный характер. Мы хорошо знаем, что, скажем, преступность в России, прежде всего экономическая преступность, отмывание средств, увод их в офшорные зоны был бы абсолютно невозможным, если бы границы государства были закрыты. А поскольку закрыть их уже не представляется возможности, то все криминальные экономические явления в России очень тесно связаны с мировыми банками, офшорными зонами и так далее. Это единая сеть криминала в области так называемого преступления белых воротничков. Таким образом, мы видим, что наряду с позитивными, функциональными сторонами глобализации присутствуют и стороны разрушительные, дисфункциональные. И это как раз подводит нас к следующей мысли. Да, это линейная глобализация. То есть она создает новые явления, расширяет старые явления, превращая их в явления совершенно другого масштаба. И вот когда мы сложим вместе все вот эти линейные параметры тех процессов участниками и, как минимум, свидетелями, которыми мы становимся, а именно экономическая, политическая глобализация, глобализация в области информации, культуры и, наконец, глобализация разрушительная, то возникает один очень большой, очень серьезный вопрос. Неужели мы можем подумать, что соединение всех этих процессов, их тесное переплетение, нарастание самых различных параметров этих процессов может остать нетронутым мир конкретного отдельного человека или малого сообщества? Неужели мы сегодня можем жить старыми представлениями, старыми понятиями и старым знанием и быть уже частью вот этой новой системы глобальных координат? Вопрос отнюдь не риторический, хотя, в общем-то, в каком-то смысле и риторический, поскольку, конечно, ответ на него напрашивается сам собой. Нет, не можем. И это подводит меня к очень важному для меня лично выводу, с которым, я надеюсь, можно согласиться и, я бы сказал, следует согласиться, но и вывод, который можно оспорить в известном смысле. Речь идет вот о чем. Конец 20 века и начало 21 века ознаменовались возникновением новой системы общества. И эта система называется системой глобализации. Подобно тому, как в конце 18-го, в начале 19-го века мир Европы перешел из состояния феодализма в состояние капитализма. Подобно тому, и сегодня мы оказались живущими еще частью нашей биографии в мире предшествующем, а уже современной нашей жизнью мы относимся, принадлежим к миру будущего и к миру настоящему, миру глобализационному. С этим очень трудно свыкнуться. Человеческое сознание в значительной степени консервативно, устойчиво. Ему очень трудно измениться, заставить себя жить по каким-то новым правилам, увидеть эти правила. Но истина остается истиной. Скорее всего, так и происходит. Мы одной ногой стоим в старом мире и уже другой ногой стоим в мире будущего и в мире настоящего, чтобы быть более точным. Как описать этот мир? Из чего он состоит? Я вновь вернусь к историческому сюжету. Если мы почитаем воспоминания современников Великой Французской революции, познакомимся с перепиской и личными документами участников наполеоновских войн и историков, которые изучали наполеоновские войны, будучи современниками этих явлений, никто из даже самых умных людей той эпохи, никто из наиболее глубоких аналитиков, живших в те годы, не мог и подумать, что человечество переходит в новое состояние. Разговор всегда велся в основном о том, о новых политических лидерах, о революциях, о казнях, о войнах, о новых избирательных системах, о перераспределении собственности. То есть фрагменты были переданы абсолютно верно и очень интересно, но фрагменты никогда практически не складывались в большую мозаику, мозаику того, которую смог открыть только Маркс, после Маркса и великий немецкий социолог Макс Вебер. Они только поставили вопрос о том, что мир в 19 веке пришел в состояние капитализма со своими очень жесткими и всеобщими, я бы даже сказал, тоталитарными правилами. Так и сегодня, на мой взгляд, ни один человек или не скажет, что да, я вот живу в глобальном мире. Всем хочется сказать, что старый мир немножко усовершенствовался, в чем-то улучшился, в чем-то ухудшился, и дискуссии, обсуждения и, более того, переживания всегда вращаются вокруг вот этих микроизменений, что стало лучше, что стало хуже. Посмотрите наше телевидение, ток-шоу, политические дискуссии, которые ведутся по телевидению или там печатаются интервью с известными людьми в нашей прессе. Да, речь идет о микроизменениях, как лучше устроить избирательную систему, какие политические деятели, как устроить, скажем, ЖКХ, реформу в России или там, скажем, пенсии. Все кажется, мы улучшаем или ухудшаем наш старый мир, а фактически, с моей точки зрения, мы живем уже в совершенно новом мире. Частью этот мир уже пришел, частью мира этот приходит, но еще и старый мир каких-то сегментов остался. И поэтому наша следующая большая тема, большой раздел нашей лекции будет посвящен тому, а каков этот мир, каковы его характеристики этого мира, что мы можем в нем увидеть, как мы можем увидеть этот мир и проанализировать этот мир. Прежде всего, я хотел бы сказать, что к числу главных характеристик этой лобализации относится то, что она пронизывает все клетки общества. Вот в первый раз в нашей лекции прозвучало понятие клетки общества. Ну, понятие клетки это понятие биологическое в значительной степени. Что же иметь в виду в социологии под клетками общества? Ну, я думаю, что мы можем продолжить эту не абсолютно верную, но достаточно наглядную иллюстрацию, связывающую жизнь общества и жизнь человеческого организма. Общество имеет большие структуры. Это экономика страны, политическое управление, культура страны. Это то, что связано с институтами общества, политики, экономики, права, культуры, спорта, армии, науки и так далее, и так далее. Это большие структуры. И мы по праву в социологии называем их макро-структурами или макро-уровнем. Наряду с этим существуют и клетки общества, то есть микроскопические сообщества людей, семья, творческие коллективы, небольшая фирма, где вы работаете. К клеткам общества относятся и повседневные практики нашей жизни, то есть привычки, обычаи, регулирующие принципы, которые позволяют нам выстраивать нашу повседневность. Это тоже клетки общества. Так вот, вопрос состоит в следующем. Как связаны макро-структуры и микро-структуры, большой костяк организма, общества и мелкие клетки? Если мы поговорим с биологом, специалистом в области медицины и зададим ему один простой вопрос. Как происходят изменения в организме человека? Как мы можем их отследить? То любой специалист вам скажет, вначале изменения происходят на микро-уровне, меняются молекулы в человеческом организме, тканей, из которых состоит человеческий организм. Постепенно накапливаются изменения, которые переходят на клеточный уровень. И только в значительной степени позднее мы видим внешние макро-изменения в человеческом организме. Меняется температура человека, меняется цвет его глаз, поведение, самочувствие. Это макро-уровень. И вот если на этом мы завершим иллюстрацию параллельных сходств между биологией человека и социологией общества и сосредоточившимся на обществе, то можно сделать следующий вывод, что изменения в обществе не обязательно происходят вначале на макро-уровне, то есть уровне правительств, транснациональных корпораций, больших процессов миграции и так далее. Изменения, глобализационные изменения подчас происходят на уровне клеток общества, семьи, взглядов отдельного человека, повседневности, личной биографии и часто эти изменения не ощущаются как таковые и тем не менее социологи используя очень тонкие инструменты социологического познания, анализа, замечают эти изменения. Еще совсем недавно пересечение границ государства, поездка за границу были чуть ли не таким экзистенциальным явлением, то есть связанным с какими-то жизненными большими циклами. Сегодня уже миллионы жителей России выезжают на отдых за границу и вопрос стоит в том, чтобы получить паспорт, визу и провести отпуск за границей или отдых. Мы говорили выше о средствах массовой информации. Спутниковое кабельное телевидение дает доступ к уже сотням телевизионных каналов, да и по нашим основным федеральным каналам новости из-за рубежа приходят так же быстро, как и новости из России часто по объему они даже занимают больше эфирного вещания, чем новости российские и так далее и тому подобное. Но это не сказывается на нашем восприятии мира, а на самом деле незримо проникает во внутреннюю ткань жизни человека или посещение, скажем, для примера, продовольственного магазина, супермаркета, даже самые незначительные лавки, так сказать, продовольственные в нашем квартале, посмотрите на упаковку товаров, откуда эти товары пришли, фрукты, овощи, какие-то эксклюзивные товары, ну не помянут будет в студенческой аудитории напитки алкогольные, да и напитки безалкогольные, пепси, кока-кола, спрайт и так далее, все это международные напитки, их десятки, их сотни этих напитков. И это также капля по капле, бит бай бит, то есть кусочек за кусочком, меняет внутренний мир человека и внешнее его поведение, одежда, если сейчас мы посмотрим на те ярлычки, лейблы, как их называют, которые пришиты с внутренней стороны наших пиджаков, неважно, где сделан этот пиджак, это может быть и аутентичный, то есть настоящий пиджак от Ральфа Лорена, американского и глобального дизайнера, а может быть и тот же ярлык сделан нелегальным образом в Рязанской области, но факт состоит в том, что мы уже хотим приобщиться к мировой моде, даже вот в таком виде, в таком явлении, как одежда и фасон одежды, а если мы зайдем в популярные ныне магазины домашней электроники и всякого рода домашнего оборудования, здесь мировые производители фирмы соседствуют с российскими, которых еще не так много, и тем не менее даже российские фирмы часто присваиваются ярлыки международных фирм и так далее, и все это меняет нашу жизнь очень серьезно на клеточном уровне, и так перед нами стоит очень важная задача посмотреть, а как меняется эта жизнь, что в ней происходит, и так тезис, который прозвучал чуть раньше, возникает вновь, глобализация фактически не оставляет неохваченных клеток общества, она проникает всюду, нравится нам это или не нравится, все клетки общества каким-то образом реагируют на глобализацию, откликаются либо позитивно, либо негативно, и скорее всего адаптируются к глобализации, здесь я позволю себе упомянув понятие адаптации, то есть приспособления, сослаться на известное великое высказывание Чарльза Дарвина, он говорил следующее, что в мире выживает не тот организм, который сильнее, и не тот организм, который умнее, а тот организм, который может лучше приспособиться к новым изменениям, то же самое мы можем отметить и в современном социальном мире глобализации, скорее всего выживет и приспособится глобализации тот организм, который увидит свою нишу в ней, свою, так как сейчас принято говорить, свою игру в этом мире, а не будет огульно обвинять новый мир во всех возможных грехах. И так изменения идут по всему фронту, по всему спектру и доходят до всех клеток общества. Вторая важная особенность глобализации состоит в том, что она меняет наше представление о времени и пространстве. Это чисто, скажем так, философский, теоретико-социологический вопрос, но он обладает очень конкретным звучанием для каждого отдельного человека. Как ни странно, глобализация превращает всемирное, осевое, историческое время во время индивидуальное, фактически касающееся каждого отдельного человека. Сегодня молодежь, да и не только молодежь, очень часто используют понятие проект. Проект земфиры, который записывает новый диск, проект научный, проект поездки в какой-то регион для занятий экстремальным видом спорта. Часто даже дружба между людьми или создание семьи тоже называется проектом. А что это значит? Проект – это короткий период времени, который связан с индивидуальными интересами того или иного человека. Современный человек сам создает свое время. Он знает, что оно краткосрочно, ибо на короткой дистанции надо реализовать конкретные жизненные цели с тем, чтобы после окончания проекта выйти на новый рубеж и создать новый проект. Говоря серьезно, XIX и XX век создавали длительную перспективу человеческой жизни, когда в самом начале жизни, в отрочестве, в юности, можно было приблизительно предполагать, как будет проходить жизнь и чем она закончится, если соблюдать те правила, которые тебе предоставляет общество. Макс Вебер называл это понятием «беруф», то есть жизненное предназначение человека, его профессия, место в мире. Сегодня такой перспективы практически нет. Мы живем от проекта к проекту, и будущее для нас – это также проектная реальность, которая может сложиться, может не сложиться, в зависимости от ситуации и наших индивидуальных усилий. В этом смысле, включаясь в каждый проект, мы знаем, что мы должны стартовать немедленно, не раскачиваясь, не думая о том, что будет через 10 или 15 лет, а выкладываясь на старте, на короткой дистанции. Переводя это в язык спорта, правомерно сказать, сейчас нет длинных дистанций, сейчас есть только короткие дистанции. Спринт, стаерские дистанции как бы сходят с исторической арены. И так все есть проект. Это звучит иногда очень грубовато, я бы сказал, кощунственно, но такова реальность. Мы можем реализовать себя, свое «я» исключительно на короткой дистанции. Это связано и с возникновением нового представления о пространстве. Пространство и время, как мы знаем из философии, весьма переплетающиеся характеристики реальности. Речь идет о двух видах пространства, о географическом пространстве и о пространстве социальном. Попробуем разобраться и в этом вопросе глобализации. Что касается географических пространств или физических пространств, то есть расстояний как таковых, то в значительной степени они сокращаются, о чем шла речь раньше. Сейчас гораздо легче добраться до любого, физически добраться до любого региона мира. Телефонные интернет-связи, электронная почта мгновенно свяжут нас с любой точкой земного шара. И в этом смысле мир действительно стал очень маленьким. Даже до того, как прекратились полеты Конкорда, существовал такой туристический проект или туристический тур, когда пассажиры Конкорда каждый день переносились на новый континент, в новый регион большого континента, и за неделю охватывали весь земной шар от полюса до полюса, отметившись, прожив хотя бы некоторое число часов на всех континентах. В этом смысле действительно сжался глобус, и это то, что можно назвать завоеванием физического пространства. Хотя надо отметить, что это не всегда так однозначно. В каких-то регионах глобализация привела к концентрации физических пространств. В других регионах мы видим прямо противоположный процесс. Удлинение пространств, расширение географии, скажем, в упомянутых северных регионах России, в связи с падением экономики, скажем, добраться до ближайшего районного центра жителям деревни становится все труднее и труднее. Это больницы, это юридическая помощь, это, скажем, Сбербанк и так далее. Уже 30 километров – это практически непреодолимое пространство. Нет бензина, нет машин. Физические пространства отнюдь не равны пространствам социальным, так как их понимает социология. Социальное пространство в социологии – это пространство, объемы, заполненные конкретной человеческой деятельностью. Это тот мир, так сказать, ценности, норм, отношений, в котором мы действуем. Это понятие в таком его формате, виде, восходит в теории Петерима Сорокина, выдающегося российского, американского социолога. Так вот, пространство социальное также чрезвычайно серьезно видоизменяется под воздействием глобализации. Если в предшествующих глобализации обществах в социальных пространствах доминировало направление вертикальное – снизу вверх, то есть иерархии. Мы все время ориентировались на высшие этажи в иерархиях общества, ну, грубо говоря, на наше начальство. То есть те этажи, здания общественные, которые находятся над нами. И жизнь текла по вертикальным этажам – сверху вниз и снизу вверх. То глобализация в этом отношении значительно меняет картину социального мира. Можно сказать, что небоскреб социальной иерархии в каком-то смысле упал. И доминирующим становится горизонтальное измерение социальных процессов. А что это такое? Горизонтальное измерение – это возникновение связей между людьми, находящимися на одном уровне социальных иерархий. Это сетевые связи, которые объединяют тех, кто находится на одном этаже. Поскольку социальные процессы приобретают глобальный характер, это придает им характер процессов, аккумулирующих очень большую энергию экономическую, то есть, грубо говоря, деньги, связи, информацию и так далее. И в этом смысле перед каждым человеком, организациями, малыми группами, встает вопрос, следует ли ориентироваться на вертикаль, либо попытаться реализовать себя в горизонтальных связях сетевых сообществ. Сетевые сообщества – это сообщества, напоминающие рыболовную сеть. При этом каждый узелок сети – это отдельная организация или человек. А ниточки, которые связывают эти узелки – это устойчивые, повторяющиеся, скажем, наигранные связи, которые объединяют вот эти узелки, то есть, организации. И вот возникает вопрос. Идя по сети, идя от одного узелка к другому, то есть, от одного человека к другому или от одной организации к другой, который находится с тобой на одном уровне, представляет твой мир ценностей, интересов, профессиональной подготовки или, скажем, там, других характеристик, оказывается, можно саккумулировать гораздо больше ресурсов, информации, чем ежели идти по вертикали, пробиваться сквозь этажи вверх. Это явление исключительно связано с глобализацией. Вот такую сетевую конструкцию общества и ее значимость подчеркивает и разрабатывает известный американский и испанский социолог Мануэль Кастельс в серии своих книг, многие из которых переведены на русский язык. И так глобализация приносит сетевые структуры, оживляет их и их активизирует. Мы в каком-то смысле сталкиваемся с картиной мира, пространства, которое напоминает качан капусты. Вот эти листья капусты – это уровни мировой глобальной структуры. Каждый уровень живет своей жизнью. В нем господствуют сетевые связи, происходит сгущение экономических ресурсов. Это фонды, это программы, в которых мы можем получить ресурсы для реализации своих проектов. Что же касается вертикальных уровней, то на каждом другом, более высоком или более низком уровне существуют свои сетевые структуры. Как соотносятся эти структуры, если между ними горизонтальными уровнями взаимодействуют? Да, взаимодействие, бесспорно, есть. И происходит движение там вверх или вниз. То есть то, что мы называем вертикальной мобильностью. Но, тем не менее, надо сказать, что в данной картине мира преобладает горизонтальная мобильность. То есть желание идти дальше и дальше по сети для аккумуляции социальной энергии. Глобализация и вот эта картина мира, которую она приносит с собой, подразумевает еще очень интересную проблему. Проблему соединенности связи глобального и локального. Как соединяются эти уровни? Можно ли сказать, как часто говорят противники глобализации, что глобализация уничтожит все локальные особенности? Локально имеется в виду вот эти микроструктуры. Она глобализацией, говорят, подавит все местное, все традиционное. На место наших маленьких каких-то ресторанов придут одни макдональдсы. И поэтому часто называется система макдональдизации и так далее. Так ли это? Или это не так? Боюсь, что противники глобализации не до конца, так сказать, прочувствовали смысл происходящих процессов. Это не совсем так. Дело в том, что глобализация, вне всякого сомнения, испытывает многие клетки общественной прочностью. Традиция, история, малая родина. Все это испытывает определенное давление со стороны глобализационных структур. Однако, наряду с этим существует и очень сильное сопротивление клеток общества. Только в данном случае клетки общества не стремятся разрушить вот эти давления глобализации напрямую, в прямом контакте. Напротив, они ищут силу сопротивления как раз в горизонтальных структурах. Попробую проиллюстрировать это на примере. Скажем, какие-то глобальные фирмы или корпорации пытаются захватить тот квартал, в котором вы живете, прожили жизнь вы и ваши родители, скажем, в центре Москвы. Довольно типичная ситуация. Они хотят вас выселить, дома превратить в офисы. И это реально травмирует вас, как нормальных живых людей. Мы видим давление глобальных структур на конкретную локальную структуру человеческой жизни. И вы не хотите этого, вы сопротивляетесь. И вот здесь возникает дилемма, что делать. Один вариант состоит в том, чтобы ничего не делать и только скорбить по поводу того, что происходит, обвиняя во всем глобализацию. Другой вариант состоит в том, чтобы пойти в сеть. А именно, проблема, указанная мной, характерна не только для Москвы. Она существует в любом европейском городе, в любом американском городе и уже во многих азиатских городах. Там тоже люди сопротивляются этому. Они также хотят сохранить свою малую родину. И тогда они эту проблему решают. И существуют фонды, и существуют средства, которые позволят вам выступить соперником этой корпорации. И отвоевать, так сказать, ваш кусок локальности или вашу жизнь, говоря человеческим языком. Поэтому все зависит от вашей энергии. Есть у вас желание этим заниматься? Или у вас осталась только сила оскорбить по этому поводу и поливать грязью все, что происходит? Есть ли клетки, подведем итог человеческого общества? Если малые структуры находят в себе силы к сопротивлению, этим они фиксируют свою жизнеспособность и берут на себя ответственность по самосохранению. Если этих сил нет, то, боюсь, вам придется винить только себя, а не процесс глобализации, который включает, скажем, ваши локальности в эту систему. Я надеюсь, эта мысль ясна. Либо мы своими руками будем отстаивать свой интерес, используя на своем уровне глобальные силы, либо мы будем просто, извините меня, стерты с лица глобализации. Это наш выбор, и этот выбор, который показывает нашу силу. И несколько последних замечаний, касающихся очень важных сторон глобализационного процесса. Этот уровень охватывает такие понятия, как культура, наука, повседневность. Как формируется тот мир, в котором мы живем? Какие-то элементы этого мира были упомянуты. Туризм, рестораны, спорт, мир увлечений, мир отдыха, активного отдыха, мир чтения, культуры. Он меняется, этот мир, очень быстро. Сейчас среди социологов часто используются понятия гиперреальности для описания этого мира. Что это значит? Попросту говоря, это значит следующее, что мир производства, мир создания продуктов, так сказать, индустрии, или, как молодежь говорит Алла, хардвера, сейчас не представляет из себя большого интереса и большой сложности. Вопрос состоит в том, что мы сделаем с теми продуктами, которые произведены, как мы их потребим. Ибо возможности потребить, использовать их для своей жизни, освоить их гораздо больше, чем наличных сил у каждого человека. Посмотрим на компьютерный мир программ. Разве мы можем охватить все программы, которые произведены? Все видеодиски. Можем ли мы охватить всю киноиндустрию? Можем ли мы прочитать все книги? Можем ли мы прослушать все музыкальные диски? И поэтому перед каждым из нас встает вопрос, как мы будем этот мир охватывать? Как мы будем реализовать себя через то, что мы будем потреблять? Так вот, глобализация приносит с собой подчеркнутую значимость вот этого мира гиперреальности, мира потребления. И здесь оказывается, что ведущим принципом формирования этого мира становится принцип гибридизации, гибрид. Известное понятие также биологии, который говорит о том, что инженерно можно создать любой продукт. Он будет ярким, красивым продуктом, убедительным и легко продаваемым продуктом. Но это продукт, который не обладает чертами длительности, устойчивости. Он быстро распадается на части. Действительно так, фильмы быстро наскучивают, музыкальные диски можно послушать там неделю, другую, третью, нужен следующий диск. И вот этот мир искусственной гибридизации все больше и больше охватывает мир современного человека, притом не только молодого. Принцип гибридизации, в какой-то степени синоним глобализации, проникает в семью, в мир человеческих отношений. Мы составляем эти отношения, мы стремимся сделать их яркими, увлекательными, интересными. И потом приходит разочарование и стремление найти новые отношения. Ужасный этот мир гибридизации или это мир чудодейственный, мир привлекательный, мир замечательный? На этот вопрос социология не отвечает. Ибо социология вообще не оценивает события по принципу плохой, хорошей, ужасной или замечательной. Социология просто раскрывает перед теми, кто владеет ее инструментами, процессы, структуры, то, как это происходит. Лечить общество, давать оценки должны уже другие сферы. Это могут быть общественные мнения, это может быть правительство, это может быть средства массовой информации, общественные движения и так далее. Социология дает диагноз. Оценивать этот диагноз должно само общество. Так вот, возвращаясь к миру гиперреальности, он подчиняется определенным законам. Эти законы вывел известный американский социолог, современный социолог, активно работающий Джордж Ритцер. Он преподает в университете Мэриленда в Соединенных Штатах Америки. Он утверждает, что правила, по которым действует любой ресторан Макдональдс быстрого питания, структурные правила, они характерны для всех гибридных продуктов нашей жизни. Ритцер вводит их всего четыре правила. Первое правило экономической эффективности. Макдональдс эффективен, то есть он за короткое время должен обслужить наибольшее число людей, продать им свой продукт и в этом его эффективность. Если Макдональдс не справляется с этой эффективностью, он закрывается. Это принцип первый. Любой гибридный продукт, будь это продукт в области компьютеров, в области программного обеспечения, либо это может быть, я не знаю, музыкальный продукт, туризм, спорт и даже семья, они должны быть эффективны. Если нет эффективности, если в процессе теряется то, ради чего начинался процесс, то он не выдерживает конкуренции в глобальном сообществе, он уничтожается. Второй принцип, который выводит Ритцер, это принцип рациональности. Все процессы должны быть разумными. В них должна присутствовать логика, которая подчиняет себе все остальное. Внутренняя логическая структура, выверенность этого процесса. Рационализация и предсказание будущего. Современные люди не хотят жить ожиданиями будущего, не зная, что это за будущее. Вы идете в Макдональдс, и вы четко знаете в любой части земного шара, что практически будет на меню Макдональдс. Это качество продуктов. Оно вам может быть нравится или не нравится, это вопрос другой. Не нравится, вы просто не идете в ресторан. Но если вы пришли, вы знаете, что вас ожидает. Словами известного героя в советском фильме, нынешние люди хотят то, чтобы им огласили весь список до конца, всех возможностей, всех опций. Это касается абсолютно всего. Человек не хочет жить в неизвестности. И поэтому гибридные продукты, они рациональны и содержат описание будущего. Следующая характеристика гибридного продукта – полная математическая просчитываемость и создание математической модели. Любой ресторан Макдональдса соединен с центральным так называемым мейнфрейм компьютером, который любая операция, любая покупка даже кетчупа тут же отражается в главном компьютере. Все схвачено. Кроме того, просчитан весь ресторан Макдональдса, движение потоков покупателей, то есть клиентов и так далее. Это касается и не только, как вы догадываетесь, гамбургеров и Макдональдсов. Это касается всего. Даже в современном университете, в том числе российском, уже господство системы накопительных оценок. Жизнь студента полностью, так сказать, просчитана по моделям. Приходил на занятия, как выступал на занятиях, сколько раз опоздал, какие работы представил. Все оценивается по десятибальной системе. И поэтому экзамен фактически превращается в просто комментарий того, какую суммарную оценку по модели получил студент. И, наконец, последняя черта гибридной модели гиперреальности стоит в следующем. Все продукты современного мира управляются из какого-то невидимого центра. Это не центр мировой цивилизации. Это саморегулирующиеся центры управления, где нет начальства. И было бы странно думать, что, скажем, корпорации связаны с президентом корпорации. Что правительство связано с премьер-министром. Формально это может быть и так. Но корпоративное устройство мира сводится к тому, что ответственность и управленческие решения распределяются по всей структуре. Они везде и нигде конкретно. Глобализация сводится фактически к такой диффузии контроля управления. Все находится под контролем. Но центр контроля везде и нигде. Вот так складываются гибридные продукты. С одной стороны, может показаться, что это очень какая-то мрачная картина такая. Антиутопия, в которой мы оказываемся такими гамбургерами, которые съедает общество. С другой стороны, можно отнестись к этому вполне философски и понять. И согласиться с тем, что другого варианта просто нет. И это подводит нас уже к каким-то финальным выводам из той картины, которую я попытался нарисовать. Благо глобализация или зло? На этот вопрос социология не может ответить. Глобализация такова, какова она есть. Это новая форма устройства человеческих сообществ. Мы не можем фактически выбирать это устройство. Оно теснейшим образом связано с процессами технологического совершенствования нашей жизни. Завоевание природы. Необходимости искать новые пути управления человечеством и так далее. Оно приходит, это новое свойство мира, приходит в одном пакете со всеми другими благами и со всем другим злом, который существует в этом мире. Однако, надо сказать следующее. Ни в коем случае социология не считает, что каждый отдельный человек, организации, малое сообщество должны быть страдательными элементами в этой глобализации. Завоевать свое место в глобализации, найти реализацию своих интересов, целей вполне возможно. Глобализация дает для этого очень серьезные основания и снабжает нас инструментами, теми же интернетом, связями, телекоммуникациями, новыми технологиями. Все к нашим услугам, ради бога. Если вы знаете, как это использовать и раскрыть свое «я» или, как говорят социологи, достичь своей самореализации. «self-fulfillment» и «self-realization». В этом смысле можно использовать старое правило. Если глобализация предоставляет тебе разлинованный лист, пиши по этому листу в косую линейку. Найди свое место в этом мире. И я думаю, что вот этот паритет с процессом можно обрести. Благодарю.